Сегодня на нашей серии книги «Народокниги» я хочу поговорить еще о двух авторах, которые очень много написали, тоже по-английски, как Раба Миллера и как Равария Каплан, но теперь уже перешли к нашему поколению практически, и немало из мудрецов пишут, в основном, в Америке пишут по-английски и очень популярно здесь. Два человека, о которых я хочу поговорить, это Рав Израиль Таубер и Рав Аврам Тверский. Первый был еще ребенком во время Голокоста, и им каким-то образом удалось выжить в его семье, и в результате он в Америке уже учился Рабе Вайсмандала, которому мы целый урок когда-то сделали с вами, и стал, вы знаете, я уже рассказывал, что Рабе Вайсмандалу была позиция насчет того, что люди, занимающиеся Торой, не должны быть, так сказать, ноши, да, не должны быть для общины ношей, да, что их содержит община. Большинство здесь Роши и Шивы, они в основном беспокоятся, чтобы кто-то содержал их и Шивы. Но Рабе Вайсмандал, он видел, и я очень согласен с этим путем, я уже рассказывал не раз, что на самом деле по Шухонараху идеал это работать и заниматься Торой. И вот Рабе Вайсмандал, он видел именно в идеале, чтобы люди имели какую-то профессию, и на практике Раба Израил Талбер, он стал бизнесменом и довольно зажиточным, и по всему миру ездил, и в том числе, конечно, он всегда куда ездил, пытался как-то улучшить состояние еврейской общины, он в Советском Союзе побывал в свое время и не раз. Рассказывает, кстати, интересный случай, когда вот в тот период времени в бывшем Советском Союзе уже были группы евреев, которые изучали, вы представляете, Магараля. И здесь-то понять немножко Магараля, это большое достижение понять, что он пишет. Ну, когда с вами о Магарале говорили, а они там в Советском Союзе изучали Магараля, вы представляете. Так он говорит, что он приехал туда, и они задали вопрос, который в его семье уже известен был этот вопрос, они задавали, он, кажется, у своего дедушки когда-то это спрашивал, это было одно из мест Магараля, которое он сам как раз очень любил. Он им ответил подробно и был совершенно поражен, что вот он приезжает в Советский Союз, и там эти отказники, да, люди секретно практически. Ну, это уже было, я не знаю, прибрежневили уже, наверное, не настолько секретно, не то, что их в лагеря за это не ссылали, но информации было, конечно, очень мало и удивительно, да. И просто-то упадочную литературу трудно было достать через сам издаты, за это могли тоже наказать. А уже религиозные книги, да еще и Магараля, как они вообще, я удивляюсь, эти люди, конечно. Мы позже, когда поговорим про Раву Итверского, я еще подчеркну, насколько мы не привыкли вообще ожидать, что религиозный человек может быть меньше, чем великим человеком. Потому что в Советском Союзе действительно те, кто становились религиозными в тот период времени, это были действительно прекрасные люди. Не как сейчас, что есть большие общины, есть там разные люди. Я об этом еще поговорю, когда мы перейдем к Раву Итверскому. В всяком случае, Равзрил Таубер, у него есть несколько книг и много кассет, он недавно умер, очень был известный человек и очень популярный. Я читал большую часть его книг, почти все его книги я когда-то читал много лет назад, и они мне очень понравились. Несколько из примеров его книг. I shall not want. Я не буду хотеть. Речь идет о том, насколько человек должен вкладывать в зарплату, так сказать, то, чтобы заработать, и сколько нужно вкладывать в Тору, и в Митсвы, и в Праведность. То есть, насколько, так сказать, и штадлут, супротив старания, чтобы заработать, супротив того, чтобы не слишком увлекаться работой, и многие вот такие вопросы, полагаться на Всевышнего. Для женитьбы, да, для людей, для женитьбы, для мира в семье он написал книгу «To become one», «Стать одним». На обложке, кажется, кольцо нарисовано, соответственно, для людей, которые недавно поженились. И не обязательно недавно, никогда не поздно попытаться, если даже построено все было неправильно. Но лучше, конечно, с самого начала начинать все правильно, уже заранее прочесть, как он считает, что фундамент совместной жизни – это первый год. Правильно построить, как я говорю, я был в Советском Союзе, и там дома подкошены, потому что люди воруют, и фундамент ставят плохой. Если первый год люди, когда поженились, не совсем правильно делали определенные ошибки, то потом, может быть, вся их совместная жизнь испорчена. Поэтому очень важно все-таки поставить, да, краеугольный камень, что ли называется, да, начать правильно. Первый год провести правильно молодым людям, когда они поженились. Darkness Before Dawn, он сам пережил Холокост и описывает, да, насчет, дословно, значит, темнота перед рассветом, да, описывает, возможно, один из возможных еврейских подходов по отношению к страданию, по отношению к Холокосту, в частности. Потом у него есть комментарии к Хумашу, к эти книжью, все это по-английски. As in heaven, so on earth, так это называется у него. Как на небесах, так и на земле. В общем, очень много интересных у него книг. Есть еще книги, я не стал все их упоминать. И в особенности он, у него есть целая была организация, наверное, она сейчас продолжает существование без него, я не знаю, shall have it называется, искорка. И он очень много сделал, в том числе для советских евреев, как я сказал. Второй мудрец, он гораздо более популярен, его вообще знают очень много, если даже вот сейчас он до сих пор жив, шлито. Он, его видео на ютюбе, они обычно короткие, многие из его видео, и я приведу пример одного из его уроков. Я уже немножко его цитировал на других уроках на моем канале. Аврам Тверский. Он и психолог, психиатр, и, получается, получил медицинское образование, и сын известного хасидского рэби, из важной династии тверских. Да, есть очень важная династия с фамилией Тверский, из хасидских рэби. И вот его отец был в Среднем Западе, наверное, в Америке, Мидвест. Там он был раввином, и его сын, соответственно, его называют раввин и доктор одновременно, да. Фактически ведь доктор тоже занимается, доктор лечит физически, раввин лечит духовно, а тем более психолог он тоже, на самом деле, должен духовно, в принципе, лечить. Он очень много написал, но сам он пишет, что он, говорит, написал всего одну книгу, просто в разных вариантах. Он говорит, что я не могу не писать, ему все время хочется писать. Но на самом деле, я читал много его книг, и действительно, очень они похожи, и большая часть его книг, он повторяет примерно одни и те же идеи. Поэтому я не могу сказать, что нужно обязательно читать все, что он написал. Но несколько разных типов книг его довольно полезны. Я уже когда-то переводил некоторые из вопросов и ответов, они называются Dear Rabbi, Dear Doctor. Дорогой Равин, дорогой доктор, два тома вышло, и вопросы на совершенно любые темы, да, спрашивают. Очень много вопросов, связанных именно с взаимоотношениями людей, да, тесть, теща, родители, братья, да, очень много разных вопросов. И замечу здесь вот это то, что важно понимать для нас, для людей, которые стали религиозными, мы привыкли к идее такой. И обычно люди, которые сначала только хотят стать религиозными, они сталкиваются именно с такого типа людьми. Вот, например, допустим, кто поехал в бывший Советский Союз заниматься Кировом? Большой частью это люди, которые очень хорошие люди, потому что большинство там, кто поедет на такие условия, да, жить где-то вдалеке от возможности легко достать кашиную пищу и так далее. То есть люди, которые принимают на себя определенные лишения ради того, чтобы приблизить кого-то к Туре, это в основном хорошие люди. Я очень говорю о тех, кто стал религиозным еще в бывшем Советском Союзе. Среди них вряд ли было много негодяев, да, кто станет соблюдать кошерность, субботу и так далее в советских условиях. Это только люди очень, да, идеалистичные и особые люди. Поэтому уж тем более Кальва Хомер, да, что они вас не обманут, они имеют определенный Дере Херетс, да, правильно себя ведут. Это были хорошие люди. Так же, как в связи от казняков в то время, да, в основном это люди были, которые имели идеалы и которые были очень хорошие. Вот. В большинстве с вами это было пересекающиеся группы, да, в основном вот они, те, кто стали религиозными, они также хотели уехать в Израиль и были отказняками одновременно. Вот. Но сейчас ситуация уже другая и уже, мы говорим о другом поколении. Кстати, вот после Холокоста в Америке в основном те, кто остались религиозными, это были люди очень особые. Но вот сегодня мы говорим о уже большой общине, это уже три поколения, можно сказать, да, у них дедушки были, те, кто пережили Холокост. И это обычные евреи. Так же у советских евреев бывших, да, уже родились дети, у некоторых внуки, те, кто стали религиозными, у них, соответственно, уже обычные семьи. И эти люди, они, как везде, бывают разные, бывают хорошие, бывают плохие. Конечно, в среднем нужно ожидать, что в религиозном общине будут люди лучше, потому что Тора учит и Ешива учит определенным вещам, которые в обычной школе, то, что в Америке называется public school, обычно этому не учат. То есть, например, детей в public school почти не учат никакой морали, да, или правильному поведению, потому что у них старшим, например, и тому подобное. А в Ешива, конечно, учат определенным концепциям, которые, в принципе, должны человека сделать как, да, более добрым, более ведущим себя, более этично. Это все правильно, но все равно есть всегда какой-то процент людей, когда большая община, и когда эти люди сами не выбирали, а их просто, да, отправили в Ешиву. Ну и тоже в Ешиве тоже разные ситуации. Бывает и учитель не так уж, да, не такой уж праведный, бывают другие дети жестокие, издеваются над человеком. В общем, вырастают разные люди, как любое общение, есть какой-то, да, граф, можно сказать, да, где есть очень праведные, есть основная масса людей, которые относительно хорошие, в среднем люди же хорошие, и есть какое-то количество негодяев полных. Так вот это в религиозной общине тоже существует. И это совершенно ужасно, это обычно именно их, больше всего цитируют газеты, да, больше всего их приводят в пример, да, когда они религиозным, так нравится, нашли, откопали что-то, да, про какого-то, в кавычках, религиозного еврея, вот. Так Равей Тверский, он не занимается, да, в кокировом, я не знаю, есть ли у него люди, которые стали религиозными из-за него, может быть, такие тоже есть, но он именно часть основной массы религиозной общины, и не только религиозной, он совсем имеет дело, как доктор, вот. И у него многие книги, на самом деле, имеют дело с такими же проблемами, которыми сталкивается любой, и нерелигиозный еврей, и нееврей, да, например, взаимоотношения с зятем, там, с тестем, с свекровью, да, in-laws, как говорят по-английски, да, проблемы, если человек потерял работу, и он теперь в депрессии, проблемы даже, как говорится, addiction, когда человек слишком уже не может остановиться, например, он постоянно играет в азартные игры, и деньги все потерял. Это может произойти с любым религиозным временем тоже, это не только проблема чисто вот нерелигиозная, и что если человек соблюдает кашрут и шаббат, то уж тем более он не будет этими вещами заниматься, это не так. Даже алкоголики, да, алкоголики, ананомы, как эти специальные группы в Америке, которые пытаются помочь алкоголикам, они там встречаются, друг друга поддерживают, и Рабы Тверский всем этим тоже занимался, эти 12 ступеней, как известно, способы, да, исправить addiction, то, к чему человек, зависимость, по-русски называется, да, зависимость, как-то от этого, исправить, да, как-то уйти от зависимости, это все он об этом писал, у него есть много книг, он написал много десятков книг на всевозможные темы, некоторые на хасидские темы, некоторые на какие-то просто жизненные, житейские советы, даже если у него книга типа юмора своего рода, smiling each day, да, улыбаться каждый день, потом есть, как я сказал, очень много книг про addictions разные, про алкоголиков, про тех, кто играет в азартные игры, есть книги просто про обычные виды депрессии, очень-очень много разных книг, вы можете, опять же, в Википедии посмотреть, если вам по-английски читаете, примеры его книг, и эти книги, конечно, можно заказать, я не знаю, перевели ли что-то на русский, тем не менее, вот я пытался сделать несколько уроков по его учениям по-русски, и сегодня приведу один пример, который, в общем-то, один из самых известных его примеров, у него есть видео, с которыми буквально миллионы людей смотрели их по-английски, не евреев тоже, в основном не евреев, наверное, потому что это, в общем, общие советы, которые полезны всем. Здесь он говорит о трех стадиях злобы, это, кажется, от имени его отца даже он приводит. Тут, в основном, его идеи достаточно простые, это вот как все виды мусора, которые мы уже говорили, как Миллер, это вещи, которые мы бы и сами могли догадаться, главное это применять, главное не вопрос в том, чтобы догадаться, а в том, чтобы применять. Я думаю, что, подозреваю, что все подсознательно понимают то, что я сейчас расскажу, и то, что он сказал от имени своего отца. Более-менее, мы так себе представляем вещи, вопрос, можно ли это применить и заставить себя следовать хорошему совету дельному. Так вот, как он говорит, есть три стадии злобы, как он это называет, по-английски он это называет anger, rage и resentment. Последнее, не совсем злоба, а остаточное чувство, как мы сейчас увидим. Значит, первое, это когда человека в чем-то обидели, он сразу же в глубине души злится, и это очень трудно избежать, и нужно очень сильно работать над собой, чтобы его что-то не злило. Для большинства людей, если их обижают, то они внутри, есть определенная реакция сразу. Второе, это то, что он в результате делает из-за этого. Да, начинает ли бить кулаками, там, грозиться, очень вести себя неадекватно, или он умеет подавить себе эту злобу, да, и не, так сказать, терять контроль. Да, кстати, наши модельцы сказали, что человека можно проявить по трем вещам. Это как афоризм, ухазаль. Кисо, косо и косо. Его кошелек, его стакан и его злоба. Три похожих слова. Кисо, косо и косо. Так вот, есть разные интерпретации, что имеется в виду, можете сами предпочитать, что можете в случае кошелька, чем проверяется человек в случае стакана, да, возможно, алкогольного напитка. И, во всяком случае, в отношении злобы, да, как он себя ведет, если его что-то разозлило. Начинает ли он рвать и метать, или он контролирует ситуацию. Вот. И третья стадия, он говорит, это, как говорится по-английски, resentment, то, что у человека остается, да, то, что Тора говорит не лотитор, есть такой специальный запрет Торы, не держать злобу на то, что человек вам что-то плохое сделал в прошлом. Так вот, этот resentment, он говорит, это то, что на самом деле он сравнил от имени одного из как раз своих пациентов, что, говорит, если я буду все время думать о том, кто мне сделал плохое, я как будто даю ему жить в моем мозгу, в моей голове жить за бесплатно. Он живет и не платит даже квартплату. То есть, фактически, человек, который злится все время и помнит о злобе, и постоянно вот у него остается это чувство, вот, он мне так сделал, он все время об этом думает, он себе же портит. Наоборот, таким образом он не тому испортил, а себе испортил. Да, в основном, когда человек не готов простить и не готов забыть, он делает хуже только самому же и себе. Это очевидно, я думаю, большинство из нас догадываются об этом. Люди, которые по природе им трудно простить, и они все время вот так вот циклично в мозгу крутятся, то, что тот сказал, почему-то надо было так ему ответить. Вот, он меня так оскорбил, меня так обидел. И это вот крутится и крутится. И он постоянно живет в злобе и ненависти. А кто от этого страдает больше всего? Он же сам. Он же сам. И говорит Раба Тверский, что это он тоже узнал от одного из, как говорится, анонимных алкоголиков, который сказал ему, что он идет на эти сессии, чтобы научиться забыть о том, что ему сделали плохие люди, которые его довели. Но он говорит, что теперь, если я буду об этом думать, то мне приходится снова пить. Единственный способ он нашел, да, забывать о своем горе, о том, как ему, фактически он говорит, что полностью обворовали, в общем, полностью его, да, какие-то люди воспользовались им и все у него забрали. И он, если будет продолжать на них злиться, то он себе же испортит остаток жизни и будет уже теперь вечно спившимся алкоголиком. Поэтому ему нужно научиться, для самого себя нужно научиться не помнить об этом гневе. Это не значит, кстати, что будет справедливо, если Всевышний их не накажет. Это другой вопрос. Не наше дело лезть в то, как Всевышний в результате организует вещи. Но для большинства людей это нехорошо, если они будут помнить. Их дело, да, со своей стороны их дело попытаться простить, если такое возможно, или уж, по крайней мере, не вспоминать об этом, да. И уже другое дело, Всевышний, конечно, если люди не раскаялись и не попытались исправить то, что они наделали, то Всевышний уже, он знает, как кого наказать. Но это не наше дело. Невозможно, так сказать, строить жизнь на том, чтобы наказывать преступников. Даже после Холокоста люди, которые смогли подняться, это именно те люди, которые смогли поменьше думать о прошлом и побольше попытаться строить новое. Тем более, что в большинстве случаев в наше время, хотя практически те люди, которые нам сделали плохое, если, то это не нацисты, не эсэсовцы. Они наверняка тоже имеют какие-то положительные стороны эти люди. Но, допустим, нас публично оскорбили или как-то даже как-то испортили нам жизнь. Но наше дело постараться как можно скорее это забыть, иначе... Ведь большинство людей, кстати, которые злятся, они злятся буквально из-за мелочей. Даже не в ситуации, когда их действительно побил кто-то или там Хасу Шалома принес серьезный физический ущерб надолго. Скорее, им что-то сказали, что их, согласно их уважению к своему себе, да, их гаевой гордости, их оскорбило. И теперь они вот думают и строят планы коварной мести, или постоянно, в любом случае, думают об этом. А на самом деле, это лучше всего им было бы простить, и они бы себя таким образом простили и справили себе свою собственную жизнь на будущее. И на этом мы закончим данное видео на сегодня. Если вам нравится, пожалуйста, жмите лайк. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok